Всем привет, друзья! Вы на канале GeoStacticool. Погнали! Данное мероприятие проходило в залето, и это была первая игра после зимней спячки на данном полигоне. В общем, состоялось три раунда, и так сложилась ситуация, что мне удалось поспать перед игрой всего лишь два часа, поэтому мое физическое и умственное состояние оставляли желать лучшего. И первый раунд я вообще слабо раздуплял, что происходит и где, но к началу второго раунда мне все же удалось собраться и принести пользу своей стороне. Итак, в первых двух раундах у всех были бесконечные жизни, лимит времени состоял, если я не ошибаюсь, 40 минут. По обе стороны полигона находилось по одному флагу синего и красного цвета. Задача сторон была пробраться на территорию соперника, утащить его флаг и успешно принести его к себе на базу. В первом раунде нашим парням удалось схватить синий флаг, но по пути назад сопернику все же удалось отбить его и вернуть на базу. И вот моя первая свеженькая жертва на сегодня. Убит, убит он, он убит, убит, он убит, я его объяснял. Да, в лесу тут сижу по пути к их флагу. Вот и преимущество снайперской винтовки и камуфляжа. После первого выстрела я не был, не замечен, не услышан. Первый раунд закончился в ничью. Во втором раунде наша сторона решила отсидеться на базе примерно половину всего игрового времени, а уж потом только выдвигаться за флагом. Но я отсиживаться не люблю, поэтому я пошел погулять, на народ посмотреть, до себя показать. На КПП я заметил соперника и решил не оставлять его без внимания. И тут произошла довольно-таки забавная ситуация, смотрим. И шар пролетел над головой соперника. Он пристально начал смотреть в сторону, откуда был произведен выстрел, но меня заметить ему так и не получилось. В этот день очень ярко светило солнце, я как раз находился на солнечной стороне, что давало мне преимущество меня обнаружить. Ну, конечно, и камуфляж сделал свое дело. Точный выстрел мне затрудняли сделать в ветке, порывы ветра, хоть и небольшие, но и дистанция. Мне этот эпизод напомнил компьютерную игру, любую из стрелок. Когда цель стоит на какой-нибудь вышке или еще где, ты стреляешь, пули пролетают у него над головой, но компьютерный интеллект не принимает никаких усилий, чтобы обезопасить себя. Я вырезал по максимуму тут перезарядки, небольшие паузы, потому что видео и так получилось длинным, но выстрелы все же оставил, все, которые произвел. Какая прелесть, я стреляю, не попадаю, он дает мне столько шансов. Детька, вот тебе лайфхак. Если в тебя стреляют, то рано или поздно все же в тебя что-то пролетит, какой бы косоруги я ни был. И пока из нас еще никто не сдается. Бу-гагашеньки. Четырнадцатый выстрел достиг цели. Это была эпичная схватка. Пока все наши прохлаждались на базе, я в одиночку пробовал пробираться в сторону флага соперника и попробовать уже утащить его, что, конечно, маловероятно, но попытка не пытка. Субтитры сделал DimaTorzok При монтаже я заметил такую вещь, что, конечно, надо удерживать винтовку немного подольше, чтобы было видно лучше попадание. Ну что ж, будем исправляться. Возникла опасная довольно-таки ситуация, потому что я на территории соперника, и они могут быть где угодно и начать обстрел с любой стороны. Так что мне приходилось держать собственную оборону на 360 градусов. Внимание, работает спецназ. Чуть не упал. Надо же тихо пробираться. Во-во, не греметь костями. Я заметил игрока и не мог идентифицировать, из какой он команды, а поскольку я не люблю стрелять во все, что движется, я пошел проверить, кто это там есть на самом-то деле. Красный. Красный? Сорканайся? Нет! Это оказался не красный. И флаг в одиночку утащить мне не удалось. Я был подстрелен. Но я не отчаивался и решил предпринять еще одну попытку. И по пути к флагу я встретил своего главного подельника деда. Ну что ж, трепещите, злодеи, мы с дедом вышли на дело. Давай я на угол тех белых. Ты вот сюда, под эту горку, смотри, правую сторону, налево. По самой громке полигона мы тихо, уверенно стали продвигаться к флагу. Нам сейчас желательно не вступать в бой. Как это флага не дойдем, по крайней мере. Но можем, в принципе, потихо и оттуда его шипануть и вернуть. Приходилось использовать язык жестов, потому что я забыл зарядить рацию перед игрой. Это вот этот, по всей видимости, флаг. Так, вот там едем, аккуратно. Встань, дверь, 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 выше, выше, выше. Достанет. Достанет. Что товарищи, иду за флагом, оба подстрелят видимо, снайперское это дело, флаги-то воровать. А что делать, кто если не мы? Все, я побежал. Давай не споткнись. Все же один кузнечик притаился в траве и подстрелил меня на обратном пути. Давай дед отомсти за меня, мы же не даром столько тут ползли. Дед красава разобрался, с ним схватил флаг и втопил что из мочи, смотрите как летит. Ему удалось донести флаг и мы выиграли раунд. В третьем раунде нам надо было оборонять три ящика, которые были спрятаны в трех зданиях. В каждом из них находились по два человека, которые были помечены желтой лентой и это были охранники ящиков. Все остальные находились снаружи, а мы с дедом вызвались на защиту одного из зданий. Если мы теряем два ящика и остается последний, то у всех становится по одной жизни и игра заканчивается по истечению общего времени 50 минут, либо пока у одной из сторон не останется бойцов. но попал тут из-за яркого солнца было не видно ушел ли игрок или все же продолжает воевать. Ушел он? Да, ушел без паники. Встреча с живых âмя «Вослое» « job Продолжение следует... 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 Продолжение следует...